В окружной столице прошла международная научно-практическая конференция «Научный, культурный и образовательный потенциал Пустозерска – первого русского города в Арктике». Участники конференции попытались воспринять идею отражения исторического наследия через современное искусство, а также обсудили ландшафтный туризм и будущее развитие исторического памятника в Пустозерье. С подробностями Любовь Пермякова. С древней мелодии началась сегодняшняя конференция. Перед заслуженными деятелями культуры, археологами, научными сотрудниками и историками выступил ансамбль старинной крестьянской музыки из Санкт-Петербурга. На открытии мы исполняли две композиции. Одну волыночную, а вторую – акустическую гусельную. Вот эта музыка, она как бы имеет своими корнями какие-то глубины русской истории. То есть это былинный напев, былинный, или так по-народному, как она называется, старина. Их исполняли, это эпос, северный русский эпос. Инструменты тоже мы стараемся использовать, которые, предположительно, могли бы озвучивать эти мелодии. То есть это вот гусли, они называются лировидные, с игровым окном. Вот это гусли, которые были найдены, подобные инструменты в Новгороде, там в раскопках. Вот это вот допетровская, так сказать, балалайка. Древняя музыка скоро разольется и над Пустозерском, где отметят его день рождения. Побывает на праздники и наша съемочная группа. А пока за столом идет научное обсуждение. В нем участвуют именитые гости. Один из них – кандидат исторических наук Александр Михайлович Мурыгин. Исследование на Нинецкой земле он ведет с 1975 года. Сегодня на конференции археолог презентует книгу древности городецкого озера «Югорская сопка». Любое население стремилось к познанию чего-то нового. И они, конечно, осваивали все места. Мы же изучаем, не просто копаем черепки. У нас идет определение спора пыльцы. То есть восстанавливается климат на этой территории. Определяется весь костный материал. Проявляется радиоуглеродное датирование. Но имейте в виду, я еще раз повторю, 5-7 век – ранние памятники. А самые поздние – 11-14 века. И вот мы так думаем, что это и было то население, которое известно, летописная печера. Может быть, с которым столкнулись первопроходцы русские, когда осваивали север. Что еще более ценно. И мы будем дальше продолжать работать на городецком озере. Еще один участник конференции, модератор Илья Барышев, руководил экспедицией, которая работала на раскопке в Веденской церкви. Эта церковь – одна из трех церквей Пустозерска. Мы как раз наткнулись на фундамент последней церкви, которая в 18 веке была построена, в первой половине. Так вот, эти деревянные конструкции приходилось распиливать бензопилой. То есть, и не очень-то легко было распилить. Ну, а Пустозерск, конечно же, непосредственно Пустозерск интересен тем, что у вещей, которые архивы находят, очень хорошая сохранность, благодаря тому, что мерзлотный слой, многолетняя мерзлота, она сохраняет. Международная конференция, посвященная Пустозерску, объединила более 20 историков и исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сыктывкара, Амстердама и Наринмара. Участники встречи поработали и в секциях – историко-культурное природное наследие, археологии, образовательный и туристический потенциал Пустозерска. Огромное спасибо, конечно, нефтяной компании, публичному акционерному обществу, нефтяной компании «Лукойл», которая профинансировала этот форум. Благодаря компании мы сегодня имеем возможность видеть здесь специалистов достаточно высокого мирового, в том числе уровня, идет активное обсуждение. Благодаря компании «Лукойл» мы смогли издать книгу Александра Михайловича Мурыгина. Конечно, мы очень благодарны нашим спонсорам и надеемся, что «Лукойл», как он пришел в 2018 году в Пустозерск, он будет с нами. И это действительно очень надежный и хороший партнер. Впереди сотрудников Пустозерского музея, участников международной конференции. Конечно, жители округа ждет большой праздник – 520-летие древнего города. Он пройдет уже в эти выходные, 14 сентября, при участии компании «Лукойл Коми». Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».